Всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте всё как надо. Вот, а сегодня у нас будет такая немножко социальная тема. Вот эту историю я уже рассказывал спонсорам. Три месяца назад можете оформить спонсорство и слышать самые такие важные истории сперва там. А потом, когда я дорастаю это рассказать, они уже обычно выходят в основную платформу, доступную всем. Поэтому находите кнопку спонсировать, выбирайте нужный вам уровень. Всё есть в описании. Вот, и как-то я, наверное, морально дорос рассказать эту историю. Хотя она меня, знаете, не так сильно волнует. Я не прям так вот уж стенаюсь, об этом думаю. Но это было, это было в моей жизни. И чтобы это не рассказать. И это несёт, самое главное, такую пользу. Поэтому, кто являются родителями детей, вот, вы будете знать одну вещь. Мораль мы с вами обсудим потом. Короче, это было в школьном возрасте. Мне было 8 лет. Кстати, что интересно, я наткнулся недавно на видео Марины Лакшес, по-моему. У неё тоже, у неё были такие разные истории. Именно в 8 лет. Я не знаю, у меня тоже это произошло в 8 лет. Наверное, даже назову видео, как у неё. У неё мне было 8 лет. Вот. Ну и, короче, мне было 8 лет. В 6 я пошёл в школу. В 6 лет. Такая вот ранняя пташка. Вот. И с второго полугодия я уже ходил один с 6 лет. Там школа была рядом. Это были 2000-е. Как бы ничего страшного тогда не было. Вот. И мировоззрение всё равно оно было другое, чем сейчас. Были только бандиты, которые... Ну, были только бандиты, которые детей не трогали обычно. Ну, кто помнит 2000-е, тот поймёт. Вот. Были карманики, но детей никто не трогал. Об этом все знали. Вот. И почему-то вот так вот. Все ходили с 7 лет одни. Вот. Ну и всё. Ходил я, ходил. Первый, второй класс. Третий класс начался. Вот 8 лет мне было. Вот. И, ну, всё. Учился я, в принципе. Как сказать? Ну, нормально. Вот. Был такой открытый, но не совсем такой вот ребёнок. Типа. Ну, знаете, тихий ребёнок. Музыкальная школа. Все дела. Короче, не гулял. Но гулял по гаражам, конечно, такое было. Вот. Гаражные прерии. Это у меня всё было. Там, кстати, тоже с гаражами интересная история. Если хотите, расскажу. Вот. Ну и это. Иду я со школы. Вот. Было где-то 3 часа дня. А потом мне нужно было в музыкалку. Вот. Иду я с этим портфелем, каким-то ранцем, таким вот. Иду через гаражи. Вот. Ну, не через гаражи. Мимо они встречались, эти гаражи. Поняли? И вот иду, иду. Встречаю парня. Я знаю этого парня. Вот. Он, по-моему, был в 10 классе. Вот. Наверное, лет 18 был. А мне 8. И он говорит, типа, идём. Я тебе там кое-что покажу. Там какую-то игру, хуй игру. Я такой говорю, нет, мне надо домой. И всё, и ушёл. А он, знаете, он просто стоял около гаражей и как будто кого-то ждал. Вот. И мне такое предложение. Он такой, нет, я иду домой. Ну всё, я пошёл домой. Потом в музыкалку. Вот проходит где-то месяц, два. Иду я снова со школы. Мне опять вечером нужно в музыкалку каждый день. Вот. И, короче, опять всё он. И он опять как будто там кого-то ждал. Он так вот стоял прямо около гаражей. А там, знаете, вот ты идёшь, мне сначала нужно было пройти через парк. Потом мне нужно пройти через гаражи. И вот он дом прямо передо мной. Вот. И, короче, прохожу через гаражи, а опять всё. А я помню, что он ко мне там что-то подходил, что-то спрашивал. И он такой говорит, типа, пойдём. Это я тебе там что-нибудь, кое-что дам. Какой-то игрушечный пистолет. Или там что-то ещё. Ну вот не помню какую-то, короче, игру. Не игрушку. Что-то такое, короче, было. Завлекательное. Вот. А так как меня вообще практически не баловали. Ну, точнее, баловали, но не слишком. А хотел очень много, в принципе, как и сейчас. Вот. То я пошёл. И вот мы идём через эти гаражи. И там был такой, знаете, какой-то очень странный закуток. Я там гулял, эти гаражи, я знаю, как свои пять пальцев. И он меня ведёт, знаете, ведёт, ведёт, ведёт. А я знаю, где я иду. И там был тупик. И он меня ведёт в этот тупик. Вот. Типа роется там что-то в углу, потом поворачивается со спущенными штанами и говорит с оси. Вот вы бы знали, ну, точнее, там всё. Он без штанов и говорит с оси. Я с этим ранцем. Вот такой. Вы бы видели мой ступор. Я просто, знаете, встал и не смог сказать слова. Он, походу, это увидел и такой, ладно, иди. Ой, вы бы знали, как я бежал до дома. Как я бежал до дома. Вот. Потом, по-моему, пять минут около дома я успокоился. Позвонил, чтобы меня встретили. И мне, вот, знаете, это как будто жизнь до и после. Это, короче, незабываемое ощущение. Такой адреналин. И вот я попросил, чтобы меня встретили. И всё, пришёл домой. Вот, пришёл домой. И, вот, и родители видят, что я в ступоре. Вот в таком вот. Вот просят, расскажи, расскажи, что такое, что такое. И, знаете, они прям с порога это увидели. Типа, что случилось? И я такой, всё нормально, всё нормально, всё нормально. Вот так вот. И потом, всё-таки, за полчаса они меня доконали вопросами. И это огромное спасибо. Они меня доконали вопросами. Потому что некоторые же родители могут рукой махнуть. Ну, ладно, ребёнок, чего он там напридумывал себе. Там, от динозавров придуманных гонялся. А ни хера. И я рассказал. Типа, так-то и так-то. За полчаса они меня так выкололи. Вот, ну и всё, они в шоке. Мы собираемся, вот, куда-то, по-моему, то ли в школу, то ли ещё куда-то. И вот мы только выходим из дома, поворачиваем на улицу, по-моему, в школу мы шли. И проходит он мимо нас. Вот. И, знаете, он так косился, что даже эта мама заметила. Она на меня смотрит. Вот так вот. Я вот так вот смотрю, и она просто... Это он. И всё. И там всё как в тумане. Он уже отошёл за 15-20 метров от нас. Мать побежала за ним. Ну и, короче, начала его бить. Вот. Это, знаете, это был непередаваемый стресс. Это был... Я такое испытал. Это был непередаваемый стресс. Ну вот нереальный. Потом, короче, по-моему, отец взял этого парня, и они с ним куда-то пошли. Мы с матерью пошли в школу. Я уже не помню, что мы там делали. Вот. Потом после школы вызвали ещё, по-моему, его родителей, того парня. Вот. Потому что я видел, как он всё там... По-моему, он там где-то мелькнул. Вот. Меня причём я ждал в фойе, когда все были в школе у директора, по-моему. Я тогда ждал в фойе, и меня прям всего трясло. Вот. Потом мы пошли к его родителям зачем-то. Этого я не помню. Но, по-моему, что-то хотели... То ли его родители хотели с моими как-то договориться, то ли ещё что-то. Но я помню, что вот я был в каком-то доме, и какие-то там были взрослые люди. Это наверняка были его родители. Я не помню, чем это всё закончилось. Я эту тему не поднимал, потому что она меня как бы не очень беспокоила. Потому что я как бы это пережил. Знаете, у меня эмоции, они как бы склихивают и потом успокаиваются. И вот. Что ещё? Потом меня водили к психологу тётки в школе. Я помню, она такая, ну, с тобой всё нормально? Я говорю, да, всё нормально. Она такая, иди. Вот так вот работают психологи в школе. Больше я этого парня в школе не видел. Его, наверное, отчислили. И что я заметил? Я тоже ушёл из этой школы, потому что... Потому что это... Потому что отношение какое-то очень странное стало ко мне. Типа, ой, ой, ты бедненький, бедненький. Как твой, Кирюша, ты мне хочешь то? О, а может быть, ты сядешь там, там, где хочешь? Вот это вот началось. И я как бы ребёнка, но я понимаю, из-за чего вот это вот выделение ото всех, от остальной массы происходит. Поэтому мне это вообще не нравилось. Такая вот история. Вот. И мораль такова. Если вы что-то видите, то доканывайте. Я бы не сказал никогда бы в жизни своим родителям, что такая история произошла. Никогда бы не сказал. Если бы они меня не допытали. Вот. Поэтому вот эта вот вся история, что типа, ой, дети такие открыты. Нифига. Я помню, как я закрылся в тот момент. Вот. И не хотел вообще никому об этом говорить. Потому что я был весь в своих мыслях и думал, а как, а зачем. Потому что для меня это было, знаете, мне было не страшно. Я не знал, что типа, это как-то очень плохо. Мне просто было стресс, потому что это было что-то такое вот непонятное и очень какое-то агрессивно настроенное именно против моей воли. Вот это вот какие-то такие вот ощущения. Поэтому никогда не махайте руку. Если вы что-то заметили, выпученные глаза, тряску вот такую вот сразу, это что-то случилось. Наверное, родителям не надо это объяснять. Это сразу видно. Вот такая вот история. Рассказывать, не рассказывать. Почему я думаю? Ну, потому что грязь никто не хочет из хаты выносить. Мне кажется, все-таки эта история не очень красивая. Но это было. Ну и что? Поэтому вот так вот. Как-то я... Лучше бы, конечно, чтобы этой истории не было, но мне кажется, она на меня никак не повлияла. Такая вот история. Поэтому все. Если у кого-то было подобное, рассказывайте об этом. Вот. Чтобы никто не наступал на ваши грабли. Вот. Не надо было соглашаться идти, там ничего показать. Вот. И скажите своим детям, что хоть бы кто, хоть бы ровесник, не ровесник. А сейчас же, знаете, вот подобные случаи, они случаются через детей. То есть, покупают ребенка, вот как бы говорят, что нужно говорить другим детям. Вот к вам подбегает к вашему ребенку другой ребенок и говорит, пойдем, поигрываем. И ведет его уже куда надо. Такая вот ситуация. И ребенок никогда не скажет о том, какие у него проблемы. Это есть такое. Поэтому все. Ставим лайки, пишем комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.